Давайте вспомним, на чем мы остановились на прошлом уроке. Мы остановились на самом низу. Мы остановились, мы прочитали, а потом мы на следующем уроке хотели туда вставить какую-нибудь букву. Одной буквы не хватает какой-то. Да, то есть что мы не смогли сделать? Прочитать. Прочитать слово мы не смогли, потому что нам не хватало буквы. И какая задача пришла к нам на урок? Какую букву туда можно поставить? Да, вот это и предстоит нам выяснить. Есть какие-то предположения, Василий? Скажи. Да, можно поставить туда. Почему? А почему ты решила, что буква К туда подойдет? Потому что она будет. Г, где подойдет, получится линия. Так, значит, ты провела опыт. И что ты услышала? Ну что, что подходит только буква Х. Почему? Мне буквы не подходит. Почему? Потому что получается бесслысленно. Безслысленно. А мы слышим что с вами? Звук С. Какой звук ты услышала в слове реки? Вот в том месте, где пропущена буква. Звук. Вот какой звук услышала Василиса. Может быть, кто-то другой звук услышал? Так, а когда он услышал К? Вот давайте мы с вами и выясним, что же нужно писать в слове реки на месте, где стоит пропуск. Сейчас вам необходимо в тетрадочке положить перед собой и составить звуковую схему к слову куры. Куры. Саша, пишешь и сразу говори нам. Первый звук в слове куры, он согласный с тобой зворкий. Ну и твердый. Слава, ты его правильный, Слава. Зворкий. Томар. Томар. Томар, ты его правильный. Здорово. Томар, что случилось? Что случилось? Что случилось? Этот способ тебе не помог. Может быть, есть другой способ проверки? Ну и теперь нам скажут. Первый звук. Звук согласный. Твердый. Глухой. Второй звук. Гласный. У. Третий звук. Согласный. Третий звук. Согласный. Согласный. Санечка, пиши, не отвлекайся. Оцените работа мучаемых. Все согласны. Ниже, Саша, составим буквенную схему. И все тоже в тетрадочках составляют буквенную схему этого же слова. Слово КУР. Оцените работу Александры. Так, спасибо, Саша. Следующее слово Илья. Внизу звуковую схему делает слово КИНО. Слово КИНО. Ильюша, делаешь и сразу говорим. Первый лук. Он вязкий. Согласный. И глухой. Первый лук. Идите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Согласный. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У КОГО-НИБУТЬ ЕСТЬ ЕЩЕ ДРУГОЕ МНЕНИЕ? Илюша, внизу и составь букменную схему слову КИНО. И вы тоже составляете букменную схему слову КИНО. Оцените работу Илюши. Спасибо, Илья. А сейчас обратите внимание, пожалуйста, на звуковую схему. Может быть, кто-то что-то заметил и хочет нам поделиться. С нами поделиться. Пожалуйста, нам. Из них первые звуки различаются тем, что в слове КУРЫ первый звук К он звездный. А в втором слове первый звук КУРЫ он мягкий. Так, есть другое мнение? Есть. Олег? В слове БУРЫ второй звук У. А в слове КИНО второй звук И. О чем это нам поговорит? нет? Нет. То есть, что в слове КИНО согласность звук должен считаться мягко, а в слове КУРЫ твердым. Почему? То есть, скажи нам теперь, если целиком и полностью, почему вы решили читать в слове КИНО звук мягко? КУРЫ Почему? Что нам на это указывает? Заказка КУРЫ Так, а в слове КУРЫ Заказка КУРЫ указывает на что? На то, что в виде стоящихся глаз и звук должен считаться твердым. Так, хорошо, может быть, кто-то знает, какой буквой нужно обозначить звук К и звук в словах. Кто-то знает эту букву? ВОВА Так, еще варианты? Буква К Буква К Ребята, правильно называется эта буква К? Запомните. А кто знает, как она выглядит? Как ее напечатать? Артем, пойди, пожалуйста, пиши в буквенную схему букву К, а вы сделаете у себя тетрадочку. черточку сотри вместо книги пиши букву и пить на срационе. До свидания. Оцените работу Артема, у кого-то, может быть, другое мнение есть. Есть другое мнение, нужно обысказать. Скажите, пожалуйста, кто может теперь сделать вывод, о какой работе пойдет речь на уроке? Какие звуки можно обозначать буква К? Так, какие звуки можно обозначать буква К? Заставьте, пожалуйста, схему работы буквы К у себя в тетради. Кто хочет составить уроки? Олег, иди. А вы в тетрадочку, ты сверила руку. У меня наступает. В тетрадочку есть, и я, а теперь мы через Можно стрелочки пока ночью сделать, чтобы тебе удобно просто было. Хорошо? Олешка, о чем говорит твоя схема? У кого-то другой вариант схемы есть, Катюша? Спасибо, Олешка, присажайся. Угу. 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 Итак, повторяю задание. Среди столбиков со словами вам нужно найти слова, как тут я ввести их карандашом, в которых буква К выполняет работу согласного мягкого звука. Или другими словами, обозначает мягкий согласный. Буква К обозначает мягкий согласный. Обменяйтесь мнениями, не забудьте спросить друг у друга, почему? Так считает ваш товарищ по группе. Что случилось? Не можете договориться? Почему? Ты доказал? Докажи мне месяц. Докажи мне месяц. Докажи. С какого звука начинается звук? Потому что она уже поняла, пошла, что объясни, почему здесь. Ты считаешь, что нужно или не нужно обозначить. Что тебе помогает понять? Что тебе помогает понять? Что тебе в слове помогает понять? Лучше. Так, у нас есть уже пара, которая готова. Не, остынь не готова, ты ещё не объяснишь. Почему он не берет каллы? Потому что он не берет каллы. А он? Адам. Теперь можете объединить. Итак, мы видим, что работа уже почти закончена. Итак, пара Вова и Артем, вы сделали работу первыми. Озвучьте, пожалуйста, какое слово нашли вы. Руки. Так, заставьте, пожалуйста, в тетрадочках схему. Звуком будет схему слову руки. И ниже буки у ногово пойдет это сделать на доске. Озвучьте, пожалуйста, в тетрадочках схему слову. Буквенную. Ниже буквенную. Ниже буквенную. Сниже буквенную. Оцените работу. Вов, теперь скажи нам, какое было задание, какое слово нужно было найти? Муха. Где муха? Как? Муха обозначает маленький звук называем. Так, у тебя есть такой звук в слове? Нет. Покажи его. Так, а кто помог, а что помогло тебе понять, что в этом слове буква К обозначает мягкий согласный? Буква К. А что нам у нас показывает? Мягкий согласный называется? Произнеси, хорошенько. Мягкий согласный. Мягкий согласный. Мягкий согласный. Кегли. Кегли. Создавьте схему слова Кегли. Звуковую схему слова Кегли. И говорит. И говорит, вот, и говорит, и говорит, и говорит. Субтитры делал DimaTorzok Так, анализируем, проверяем. Ниже составляем буквенную схему слова кегли. Субтитры делал DimaTorzok А что тебе помогло понять, что в этом слове есть звук? Мягкий согласный. Потому что первый звук слышен лук. Так, а почему мы его так слышим? Потому что согласен мягкий. Так, он сам по себе мягкий? О, хорошо. А почему в этом слове нужно произносить его мягко? Потому что после него стоит мягкий. А Е может быть мягкий или двёртый? А, потому что для него стоит классный мягкий Е. Почему он мягкий? Потому что классные могут быть мягкими и двёртые? Нет. Или нет? Потому что для него стоит согласный кегли. Так, каково другое мнение? Пожалуйста. Слово, кегли. Первый звук через мягкий, потому что после него стоит классный Е, который указывает, что в середине стоятие двух 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 мягких. Продолжение следует...